ну что любимые мои здравствуйте вам на киевской земле я прилетела я прилетела два часа назад солнечных мальдив и сразу к вам в работочку так господи хочу вот видите свой посадочный талон с мальдивских авиалиний держать ним как-то телефон но не получается я просто сижу в салоне маникюрном потому что выгляжу как обезьяна после недели житья на острове вот я сделала такой маникюр смотрите красиво ну что я думаю что уже моя подружайце дала мне запрос на эфир ах вот она есть конечно всегда всегда пунктуальная привет привет мой хороший привет марусик как дела то что у меня день такой сегодня нервный будешь у меня привет привет всем привет всем привет привет лёличек с возвращением тебя спасибо большое ты отдохнула ой ты видишь я уже маникюр сделала и даже педикюр смотри покажу тебе давай покажи я же фут фетишист но красиво красиво одежды я тебе дарила ты вообще использовала хоть раз знаешь я ни разу не пользовала там очень хорошая палитра ну я не знаю давай пока обожаю там такая офигенная палитра что я решила просто ни разу ей не у меня проблемные ногти у меня очень влажный ноготь и я крашу только определенным топом определенной базы и определенным лаком все остальное у меня скалывается на четвертый день вот такая проблема поэтому я испытываю сложности с палитрой потому что тут нету такой палитры как у тебя но я не знаю как твой держится надо попробовать ты попробуй со своим топом и со своей базой но цвета просто богические я их разрабатывала думая о тебе тоже даже женщина с претензией все знают что угодить палитрой очень непросто у нее свое видение себя у нее как бы как у меня как у любой женщины мне кажется честно говоря свое видение себя вот но я себе позволяю иногда слушать других людей которые мне советы давайте так попробуем проэкспериментировать давайте так а ты всегда точно знаешь как хочешь ты она выставляет даже у нас свет на площадке хотя тебе жаловаться грех на тебе мои операторы выставляют свет намного лучше чем на обо мне ничего подобного да халю передать на тебе был лучший цвет чем на мне и все писали что евросинина выглядит моложе ой тоже мне я скучала я скучала по тебе детка завтра новая запись я жду тебя подискать мишарик ты знаешь что нашу с тобой челку теперь дерут все звезды и тоже себе отрезают не будем называть их имена нет конечно хорошо так это же приятно это же приятно это же приятно когда что-то у нас тут издирает и причем они понимают а с другой стороны а что челка не существовала до нас именно такая вот так вот с длинненькими этими это только мы так ну сперва ты содрала у меня а потом все остальные содрали у себя так давай мы с тобой расскажем людям что мы вообще вышли к ним в эфир ты думаешь им очень интересно главное что они с нами и хотят нас видеть в такой грязная башка я 27 часов летела я почему потому что случилось непредвиденная история я вылетела пост позавчера выехала и гидроплан сломался а это был последний пейс я так боюсь этих штук все а как вы узнали ну подожди самое же интересное а тебе меня хорошо видно ой так лучше так лучше я торжестик зажгла давай вот ну подожди а как вы узнали ну как у него начали заправлять и какие-то начались проблемы с я боюсь так всегда это а прикол а у нас этот перелет то есть я видела а я видела маша не плакал надо было сначала лететь потом с катара сюда и я пропускаю этот весь перелет со своим бизнес-классом дорогущим но не доносить наверное я же взяла бизнес-класс за полгода он по нормальной цене а вчера мне пришлось доплатить полную сумму срочной покупки бизнес-класса я очень дорого ребятки если когда-то захотите ее проклясть знаете было зато у меня была бесплатная ночь в отеле поскольку это по их но она стоит 1 5 цены бизнес-класса этими авиалиниями но слушай ты так красиво и я бы сказала даже изящно подвела к теме нашего выпуска в эту пятницу да мы с тобой заговорили про деньги я хочу проанонсировать друзья после уже нет сил просто нет сил ежедневно читать тысячи вопросов где взрослые девочки причем я не знаю как тебе но у меня такая очень публика деликатная если бы так брать глобально то у меня аудитория достаточно лояльная встречается конечно враговесия из подземелья они выходят вот такие но мне все время кажется что это мимо проходящие люди ночи лояльно на случай взрослыми девочками мне так и пишут где взрослые девочки друзья взрослые девочки выходят раз в три недели это факт потому что мы не можем писать их чаще и оля я очень заняты и я не могу сказать что но и что-то поменяется ближайшее время потому что впереди декабрь но в январе возможно мы что-то перепридумаем поэтому в эту пятницу выходит наш очередной выпуск так давайте спираем про что потому что это очень интересная тема особенно сегодня потому что она как никогда актуальна в мире происходит жесткая эмансипация женщины вылазят из домашнего очага и идут на заработки детка они обязательно вылезают из домашнего очага они всегда такими были просто прикрывались тем не прикрывались а стереотипно подтверждали и соглашались с тем что их как бы удел домашний очаг об этом обо всем мы поговорим на тема эфира будет когда наша дискуссия соли а то на на ту тему когда женщина зарабатывает больше мужчины будет называться я зарабатываю больше я даже сейчас у меня заплетается язык потому что эта тема я не хотела я не хотела я не хотела расскажу в пятницу подробно по каким причинам она достаточно для меня болезненная по ряду как бы моих переживаний это связано и с моим типом личности и с тем что моя наша пара с тимуром переживала эти 19 лет и то как я трансформировалась в этих отношениях но от поли тут нет сомнения откровенности будет насыпано трипуда в этом отношении ты конечно невероятная молодец но мне лично у нас был свой телефонный батл она кричала в трубку что мы должны это не очень кайфово это не очень классно и сразу хочется а моему мужу нравится когда я кричу но ты на него не так ну слушай он уже у тебя мазохист может быть понимаешь плюс вадик жизнь пожил он уже понял что как бы своя и при этом зарабатывать меньше и об этом мы тоже поговорим в пятницу в общем тема которой я боялась как огня и именно потому что вот я как раз нахожусь в таком периоде непростом когда я сама для себя объясняю хватит хватит у нас пост шоу по поводу нашего шоу о принятии себя давай все закончим пятницу я хотела же так протезерить не надо тезерить все ребята эта тема актуальная многие женщины сегодня зарабатывают больше и очень сильно этого стесняют стесняются в этом признаться придумывают о том что ой а мой мужчина у него там свой бизнес начинаешь спрашивать какой бизнес ну там какой то и не знаю то есть женщине сложно в этом признаться потому что общество но многие еще и боятся этого разваливаются из-за этого семьи в общем мы когда вы знаете знаешь оля что это будет самый длинный из существующих эфиров нам с тобой тогда на площадке казалось что мы как бы все сказали и тема достаточно ну как бы не объемная в этом отношении твое мнение моё опыт там статистика и принципы но и он больше часа будет то есть те кто всегда кричал на мало почему так мало достаточно да 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 что обсудим обсудим тот эфир давай обсудим дорогие мои прошлый раз у нас была прекрасная программа как принятие себя сейчас это очень модная тема полюби себя такой пасть полюби себя сякой и мы пришли к тому что не нас на свете наверное очень мало женщин которые до конца как бы бесповоротно без всяких но приняли себя и мы это кстати это кстати выпуск который по репостам пока что лидер ну нет хотя лидер конечно долгий брак но он давно в эфире уже стоит но этот обогнал все пока по репостам в динамике потому что первые там пять суток но просто можно было не открывать директ постоянно шло вас упомянули и ты знаешь больше всего почему-то репостили там где мы с тобой смываем мэйк да почему-то именно это дело очень часто в своих инстаграмах на люди почему-то это восприняли вообще какой-то баллы и написали вот я видела что люди писали для своих подписчиков свои аккаунты это репостили именно с таким пассажем что вы представляете какие же они смелые вот вы мне такую смелость а я так смогли да нет то есть из-за этого сделаю как будто извини меня догола разделись то есть по степени впечатлительности людей как будто бы правда вот так и вот ну и типа вот так вот еще потери бонька ли поэтому а мне очень многие написали о том что как как же круто что оказывается ну что и и у вас есть эти же проблемы это да и у и вы себя как же так вы красивые там ухоженные и инвестированные это практически идет в одно уровень с удивлением по поводу мэйка что мне стало легче они такие же люди как будто бы были какие-то предпосылки к тому что считать что мы как бы наземные пришельцы но это лишний раз дорогая моя судя по твоему последнему интервью некоторые звезды прям транслируют что они пришельцы идеально я умоляю только ты не начинай пожалуйста не начинай вот просто не ты моя подруга но это было бы на самом деле серьезно на этот твой пассаж от этого жизнь интереснее все очень супер разные все по-своему себя видят преподносит и самое интересное каждому из нас с этим жить поэтому мы как бы с тобой мне нравится очень жизнь взрослых девочек а я очень хочу сегодня объявить о том ольчик что мы обсуждали сезонность выпусков взрослых девочек это очень важно понимать что мы все-таки решили нашей большой продюсерской командой и творческой что у взрослых девочек будет сезонность поэтому этот сезон будет насчитывать еще четыре выпуска вот будет всего состоять из восьми если я сейчас права вы же четыре девяти девяти да все таки но то мы с тобой снимем еще четыре или нам тогда еще надо снять еще а 4 да еще снимем да и завтра же пятница получается 5 выйдет до 9 выпусков и дальше вас ждут второй сезон пауза между ним безусловно будет но выпуск второго сезона мы будем как netflix анонсировать вам очень ярко и безусловно будем там учитывать все ваши пожелания и возможно там будут новинки сюрпризы и так далее поэтому мы точно понимаем степень ответственности степень вашего интереса очень много над этим думаем и также понимаем прекрасно что тем не так-то много чтобы они были прямо на целый эфир много потому что мы хотим в данный момент я вычитываю вопросы которые вы нам пишите в ю-тубе чтобы какие вы хотели увидеть темы вам интересны темы карьера и личная жизнь нет нет я хотела поправить что тем немного чтобы целый был часовой эфир мы делаем сейчас так чтобы проблематику как бы покасательной достаточно разноплановую объединять какой-то там большой выпуск ну собственно как у нас и получается потому что если бы там в предыдущем эфире мы говорили только про принятие себя и себе на все себе не нравлюсь это бы не получилось на час мы там затронули очень много аспектов разных у нас и то нам кажется что мы эту тему полностью не раскрыли но ничего это тему кстати можно всегда продолжать вот поэтому да мы записываем сейчас еще несколько выпусков и таким образом у нас будет первый сезон укомплектован вот так что вы еще можете писать кстати темы которые вас волнуют и чтобы вам хотелось еще видеть во взрослых девочках возможно вас есть какие-то наши ходы фавориты вот я например одновременно люблю и ненавижу оля момент с испытаниями то есть вы можете нам верить можете нет у меня есть редакторская группа которая со мной что-то обсуждает и с олей тематику например и пункты которые мы с олей будем открывать а моменты розыгрыша и ответов на вопросы мы никогда не знаем они держат от нас это в тайне и вот каждый раз эта подстава смыть макияж позвонить мужьям я реально понимаю что это супер интересно смотреть но это это очень большой стресс для меня прям очень очень а было я уже не помню у нас мужьям когда мы звонили нет подожди будет у нас в завтрашней передаче какая-то провокация там будет что это будет игра было бы конечно позвонить ничего вот на завтрашних съемках на завтрашних обязательно это сделаем девочек за откровенность мало 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 откровенности а топ звезд все все-таки хотят носить какие-то маски какие-то короны все это как-то на окутывать свою жизнь какими-то придумками и вот и из-за этого обычный человек чувствует да ну как будто бы слабым неполноценным не таким сильным не таким действенным не таким энергичным и когда вот эти темы все обсуждаются когда когда мы показываем что ребята вот мы такие же вот мы себя не принимаем тут мы стесняли я очень хочу сделать одну ремарку важную несмотря на то как на нее отреагирует публика но дело в том что для того чтобы быть откровенным ты мне поверь пожалуйста как чеку который берет интервью уже больше семи лет чтобы быть такой степени откровенности нужно быть очень смелым человеком потому что зрители они посмотрели в лучшем случае за один раз за готовкой еды пришел очень часто все говорят что там типа готовила еду и смотрелся девочек в худшем случае на перемотке в совсем таком странном случае на стопах в течение пяти дней это люди так устроены и забывают и уходят в свою жизнь максимум девчонками в чате по переписываются а эти откровенности дальше мы чтобы уже стали как бы свидетелями того они разносятся по заголовкам по фейсбук страницам про по страшным страшным абсолютно исковеркивающим до всю суть того что он знали изданием огромная сила огромная сила сила психики сила внутреннего стержня уверенности в себе чтобы как бы с этим дальше жить и не у всех оля она есть и ты это прекрасно знаешь те масштабы хейта которые несет за собой откровенность ты как бы выдал всю правду свою боль ты поделись обожаю взрослых девочек за то что у нас нет хейта вот чем круто потому что люди они а мы сразу но мы сразу с тобой декларируем что нам по большому счету настолько пофигу потому что мы говорим о вещах которых мы уверены потому что мы их прожили мы их не придумаем мы не берем из журнала космополитен статьи мы берем из жизни и мы точно знаем что мы уже говна своего съели в этих откровенностях понимаешь очень сильно съели поэтому вот это вот уязвимость в неуязвимости скорее плюс ко всему уже никого не обижаем и не оскорбляем мы же с тобой ну по большому счету не заходим ни на чью территорию и никого нет ну не обижаем по-настоящему обиды начинаются после очень откровенных высказываний звезд другими третьими лицами людьми и не все звезды на это готова просто ольчик понимаешь не все мне это многие в глаза говорят когда отказывают в интервью ну справьте плечи это у меня такие плечи как у этого рэгбиста это такой такой да спасибо я думала моя мама написала так вот по поводу вот этой вот того что нас не хейтят и и я даже такие не хейтят но чего я даже у нас у нас нету хейта ну то есть ты посмотри там только хорошие хорошие отзывы мы как будто стали подруг подругами всему интернет сообществу понимаешь это так вот у меня возникла идея я хочу ее озвучить я хочу у наших подписчиков вот спросить совета было бы интересно я хотела бы спросить у них о том что я тебе предложила потому что мы у нас с машей поскольку мы читаем комментарии наша тоже уже читает комментарии я заставляю на самом деле под взрослыми девочками только мы как будто посидели с вами на кухне это круто вы как моя подруга как мне не хватает таких вот посиделок с подружками как бы сделать так а давайте кто-то даже говорил а давайте соберемся где-то и вот ко мне пришла идея если мы реально соберем будем делать вот такие вот выездные какие-нибудь лагеря взрослые девочки где мы будем собирать группы где мы будем обсуждать побухивать и говорить обо всем напишите нам вам такая идея нравится или нет вот но она пока что еще очень старая черновики но мне кажется что это было бы прям вот мне кажется что у этого были бы были бы как сказать последовать ездила к белонике понимаешь на ее эти мастер-классы пообщалась вот и все и быстро я мне такая идея пришла теперь я вас тоже вывезу обожаю ты время найди на следующие съемки ма а так мы все выведем я вам рассказала идею а вы мне напишите нравится как ее реализовать представьте себе вот представьте себе мы набираем там группу снимаем какой-то отель едем туда и у нас какое-то там вот происходит вот такое вот тогда уже будет быть до конца честно и кто готов за это заплатить тоже напишите а то так мы прям всех сфекса берем вся Украина приезжай в наш лагерь давай до конца открывайся конечно это не может быть дешево но это дорогого стоит с нами-то побухать на кухне обсуждать скрин вот теперь интересно конечно долгие браки морщины ботокс и еще куча всего ну вот мне интересно будет почитать это все очень интересно олечка красиво губы подкололи меня не подколоты губы я просто с фильтром ребята я летела 27 часов я выгляжу как как говно мамонта поэтому я без фильтра не могла к вам выйти этот фильтр увеличивает так губы так ты моя любимая говно мамонта ты завтра в каком придешь настроении хорошим я приду я высплюсь и приду хорошем настроении когда высыпаешься ты в хреновом настроении можешь пожалуйста не выдумывать пожалуйста по разному бывает мы все разные иногда такая на последнюю свою маску смотрю ну что это за агрессивное существо сидит которое зрителям говорит я вас убью если вы не проголосуете про макаху я вас убью расскажи пожалуйста как ты отдохнула как тебе отдыхать это был мой это был мой лучший отдых во первых мы попали какой-то очень сильно люблю мальдивы я там прямо это прям моё я просто всем советую и всем по и обязательно попасть на мальдивы вот просто ждать айти люди реально работать я расскажу вам как работает вселенная я на мальдивах отдыхаю неделю и вот я вылетаю я выхожу и кидаю монетку море 2 евро кидаю я хочу сюда вернуться я вернулась на эту виллу ровно через четыре часа потому что у меня сломался самолет так вот вот вселенная работает просто нужно корректировать немножко свои желания надо было сказать но они через четыре часа месяца вот поэтому я о том говорю что желание нужно желать люди думают ой но это мне не по карману я даже желать не буду я даже мечтать не буду это не нужно вселенной это это алгоритм а если быть сторонником цифрового мира как я кстати мы должны об этом тоже пообщаться каких-нибудь взрослых девочек потому что я вообще считаю что мы цифровой и все и мы алгоритмы все наши желания тоже алгоритмы поэтому этой системе ей все равно сколько вам дать это же для нее это не какая-то материальная история очень какая-то такая номинальная история поэтому надо реально об этом мечтать визуализировать и хотите говорить я обязательно поеду я обязательно туда поеду ставить себе на заставку я расскажу вам историю я когда-то я поставила себе заставку один пляж я поставила его на заставку и он у меня был на заставку наверное год два какое же было мое изумление ребята когда я на этот пляж попала вживую я сначала не поверила а потом гуглить и это был этот пляж на шри-ланке это была его фотография и я на него попала ровно через два года он у меня был на заставке я увидела каждый день этот пляж и я на него попала к этому это очень все работает это прям работает надо мечтать нельзя никогда не говорить это не для меня ну конечно в этом такие крутые поэтому у вас получается нет ребят их получит каждого просто нужно обязательно это кстати вот это вот все нас вот это вот все типа как вы можете вообще эту тему обсуждать нас ждет после выпуска я зарабатываю больше я думаю что там нормально нам прилетит по поводу того что блин вы еще на эту тему разговариваете чтобы много зарабатываете тема денег насколько я знаю и чувствую по рефлексиям на многие интервью тема денег является очень чувствительным триггером для многих она прям такая которая несет падать на вентилятор дальше разносится улетает далеко вообще от сути которую ты хотел сказать то есть вообще у нас тема денег так что готовься я думаю там нам нормально прийти вот люди не будут думать что стоит за тем что как ты зарабатываешь сколько ты зарабатываешь люди не будут вообще это анализировать нам достаточно по морде побьют за то что мы много зарабатываем в принципе нас конечно будут подписывать чуть-чуть не не буду вот увидишь вот увидишь а я могу на спор давай поспорим спорю с тобой на 100 долларов что будет много по этому поводу хейта не будет будут говорить о том что мы говорим правильные вещи потому что нет я же не говорю что прямо будет засилье но это появится ну правда я у меня было у меня было очень много таких случаев не очень много несколько случаев когда я поняла что эта тема она как красная тряпка сейчас работает в экономические экономические такой хочу сказать нищий но это правда вот стране разговаривать про то что ты зарабатываешь много это абсолютно табуированная история для трезвой оценки об этом нужно рассказывать я же а еще в своей книжке вредные советы взрослой девочки потому что там все эти штуки есть о том как зарабатывать как мечтать как благодарить такое поэтому моя книжка тоже уже продажи но я не могла в этом эфире не сказать просто правильно может даже показать и носишь с собой возьми ее завтра на съемку мы ее покажем мы подруги все мой эфир твой эфир пожалуйста дочка все приноси и клип покажем и фильм покажем все приноси я хочу еще сказать о том что этот выпуск опять будет не похож ни на что мы его посмотрели а но но такой рассудительный я хочу просто сказать о том что мы с машей не говорим на темы имеем понятия то есть поэтому когда вы говорите а вот поговорите о том-то а вот как пережить измену а вот я там а вот было бы неплохо а чтобы вы обсудили там не знаю что нибудь по медицине понимаешь и мы не будем мы не будем мы не будем обсуждать темы которых мы не шарим то есть мы будем обсуждать только то что мы пережили но мы настолько много пережили и мы настолько уже взрослые и опытные девочки что мы можем говорить практически на все темы и в них вы видите все наши тонкие ахиллесовые пяточки и наши всякие уязвимости вот но вы настолько много дарите в ответ любви и отдачи что я пока не вижу внутренних я хочу чтобы видели эти трещин и ахиллесовые пяточки для того чтобы вы понимали что идеального мира не существует идеальных людей не существует и не существует идеальных семей отношений работы идеальной ничего не существует идеального если на это настроиться ну вот как бы на это настроиться и жизнь становится не такая как бы ложная ты смотришь куда ты смотришь в этот программный мир там на каких-то девочек мальчиков звезд блогеров еще и думаешь ну конечно же это же идеальные люди поэтому не все идеально ни хрена ни у кого не все 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 причесано все приглашено поэтому когда происходит откровенные разговоры люди тебя в этом видят попускает потому что они понимают что все хорошо все так у всех значит я я со мной все в порядке значит я не какой-то не такой а мы же все запариваемся по поводу того что мы какие-то не такие а вот вот меня не выходит значит я не такая а вот замуж меня не берут я не такая а вот я немного не зарабатываю знаете значит я такая ну то есть много-много-много разных вещей которые нам есть есть однобарышня однобарышня так понимаю что это какая-то болезненная тема она все кричит что если мужчины зарабатывать меньше они долбаные альфонсой чтобы они все сдохли и вот например вот в украине альфонсов до хера да 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 я занималась их всех содержать дофига у вас альфонсов сразу у нас будет обязательно что уж такое окей давай нашем эфире у нас будет вопрос что такое альфонс а что такое партнер который зарабатывает меньше это разительная разница и когда вы посмотрите наш эфир поймете между ними разница потому что я мужа назвать не могу это глупость что я имею благодаря ему просто такой период и точно так же маша уже как-то помнишь ты там сформулировала чем как ты думаешь отличается содержантка от домохозяйки это же разные вещи правда ну в общем он будет познавателен для любой женщины которая в принципе задумывается о том чтобы что-то значить для себя в этой жизни реализоваться добиться успеха и вообще которая хочет стремиться к какому-то развитию вот тут она натыкается на ряд капканов а ко мне стереотипных вот от того что теперь что рядом со мной альфонс или а почему я должна а что я теперь причина выращиваю много всего мы это будем обсуждать в общем друзья по-прежнему продолжаются вопросы когда будет эфир эфир в эту пятницу послезавтра на моем канале это будет наш пятый выпуск и будет называться я зарабатываю больше будем говорить о том что мы что такое современная женщина в нашем обществе зарабатывающая больше своего партнера это очень важно не в принципе зарабатывающая много там где мы себя чувствуем хотим по-прежнему оставаться хранительницами очага нежными добрыми словами но у нас на счетах как бы случаются периоды что мы становимся еще и теми людьми которые наши семьи содержит потому что мы поняли что очень много семей не выдерживает это испытание все я закончила в принципе поэтому тема сложная и тема важная очень важная потому что действительно проблема есть в нашем обществе что если вот-вот-вот как они вот это вот пишут если он зарабатывает меньше значит гнать его шею давай же не рассказывать весь эфир потому что все расскажем в принципе машина бежать например куплатье воскресного скажи пожалуйста во первых у меня сейчас через два часа у ребенка концерт теплого группа называется у у меня швы и я сейчас иду на панк рок-концерт на малолетский движ приходите в теплый ламповый через два часа билеты стоят вообще две копейки но если вы придете я вас еще бесплатно проведу поэтому давайте все приходите к машке на концерт будем это слушать рок-музыку и заряжаться позитивной малолетской энергетикой передавай ей пожалуйста огромное от меня привет она крутая у тебя девчонка пошли со мной я тебе подаю майку принесешь мне завтра на съемке ладно эту майку ты меня заранее предупредила но мне нужно и у меня еще несколько несколько дел есть я сижу в маникюрном салоне стрижки собак что ли я не пойму что там я делала ногти 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 все ребята люблю вас целую машку отпускают до завтра до завтра хорошая сыр сыр моему любимому я обожаю хорошо я постараюсь выспаться даже не знаю а и и расскажешь мне откуда такие очки такие тоже хочу это это александр макуин я купила борис очень красиво надеюсь борис по тебя слюнявит за это упоминание а я щедрая мне не жалко я могу и бесплатно рекламу разбирать вот она щедрая это правда ты щедрый мой пирожочек давай всем кто был с нами огромное спасибо в пятницу в эфире встречаемся очень 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 триггерная тема будет полезна всем кто зарабатывает больше кто зарабатывает меньше кто вообще не зарабатывает вы правда не останетесь равнодушными и начнете зарабатывать больше эта программа будет заряжена на заработки правильно потому что как завещала нам всем Оля Полякова чего желаешь то и получаешь аминь пока ура пока